Здравствуйте, друзья! На связи Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. Вашему вниманию, на мой взгляд, один из лучших диалогов Герпеса Адольфовича за последнее время. Недавно произошел он с сотрудницей ВТБ. Девочка еще не конченная, у нее все впереди. А если, конечно же, выберет правильную дорогу? Я категорически рекомендую послушать всем, кто в чем-то сомневается, ну и, конечно же, сделать выводы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Я опросничек размещу в правом верхнем углу. Кто согласен с утверждениями Герпеса Адольфовича? То есть, пожалуйста, ответьте. Вот он, опросничек. Ну, а тем, кому нужна юридическая защита, ссылочка на наш сайт есть в описании любого другого ролика. Там есть видеоинструкция, видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов компании Аля. Там, как мы помогаем людям, как можем помочь вам. Ну, а мы давайте с вами послушаем. Герпес Адольфович, собственно говоря, экзаменует девочку из ВТБ. Алло. Алло, доброе утро, Юрий Михайлович. Доброе утро, да. Это... Это Юлия, Банк УТБ-24. Мы с вами в пятницу общались. Вы просили меня перезвонить. Удобно сейчас? Вот, напоминайте, мне столько звонят. По какому вопросу? Это Банк УТБ-24 по поводу вашей задолженности по кредитным договорам. Именно вы звонили, я не узнаю ваш голос. Да. Что-что? Именно вы звонили, что-то я ваш голос не узнаю. Да, я звонила, именно я. Я чего не звонила? Вы ехали в машине, попросили меня перезвонить попозже. А, и все на этом, да? Ну, может, поэтому я и не запомнил вас. Я вас слышу, Юлия. Ну, может быть, вероятнее всего. Я вижу задолженность по вашему кредитному договору. Расскажите, пожалуйста, что произошло и как будем погашать? В смысле, что значит будем? Ко мне кто-то присоединиться хочет? Вы так сказали. Ну, я имею в виду мы с вами, поскольку ваш договор в моей работе на данный момент. Да ладно, я сам разберусь, не нужно мне вашего участия. Ну, что же вы так, мы с вами погашать будем? Вы же не брали эти деньги. Зачем вы будете принимать участие в погащении? Я должна проконтролировать. Я должна вести заемщиков график. Ой, да запомните, Идуща моя, никому вы ничего не должны. Вас жестоко обманули. Если с такой позицией в жизни, скажем так, двигаться, то к хорошему не придешь. Я должна. Да что же, вы молодая девушка, и вы уже себя обременяете чьими-то обязательствами. Беспокойство, Юрий Михайлович. Да не за что, вам спасибо. По какой-то мере работы, то я должна проконтролировать. Да нет, я не против. Я просто философ такой в жизни человек, и я считаю, что вот эти темы недопустимы. Я должна. Я, допустим, никому ничего не должен. Я вот так вот считаю. Хорошо, Юрий Михайлович, смотрите, сейчас у нас с вами сумма долга по кредиту, без учета штрафных санкций. Давайте с учетом 424 тысячи и 24 тысячи у вас сумма пеней. Ну, порядка 400 тысяч. У нас с вами, да что ж, вы душа моя, так нещадно к себе, у нас с вами, ну окей, хорошо, если вам так угодно, у нас с вами. Да, вы же закашлялись, да что ж вы там, не беспокойтесь, не волнуйтесь, я обекватился, да. Юрий Михайлович, давайте с вами определимся, когда мы с вами начнем погашать, в какие трудности. Ну, давайте вы первая тогда, вы первая, начинайте, я вас поддержу. Я хотела вас уточнить, вот в ближайшем... Вот все зависит от того, когда мы с вами вместе начинаем, вы первая вносите, мне звоните, я внесла чуть-чуть, а потом я иду следом вносить. Юрий Михайлович, ну давайте уже серьезно начнем разговор, я... Тогда вы, пожалуйста, говорите, конструктивуйте факты свои объективно, а то же вы получаете, знаете, как это, какая-то вот розыгрыш какой-то, что ли. Знаете, раньше была передача по первому каналу, там Вал Диспель швел, розыгрыш еще. Да-да-да, было-было такое. Там цветки потом далили всякие людям. Да-да-да. Мне понравилось, знаете, когда... Ну, это, к сожалению, не розыгрыш, это правда. То есть, действительно, вы будете вместе со мной погашать что-то? Я буду с вами присутствовать, я буду... А вы симпатичная? Я буду патолировать. А вы симпатичная? На вкусу цвета товарища нету. Я вам дам свой мобильный телефон, вы можете говорить. Давайте, я записывать буду. Юлия Александровна, давайте, я запишу, давайте. Давайте мы с вами сначала определимся. Да, пожалуйста, записывайте, 8-9-2-5. Секундочку, 8-9-2-5. Юлия Александровна, можно Юлия я вас буду называть? Да, пожалуйста. 8-9-2-5. Ага. А, 630-06. 630-06. Прямечательно. Юля. Ага. Да, Юля. А если от меня будут еще звонить, ну, там, потому что у меня много коллег, и всевозможные, там, ну, я такой, я, ой, я пейдоха. Или нельзя никому давать этот телефон. Ну, хорошо. Так, Юрий Михайлович, давайте с вами определимся. Вот у нас с вами сумма долга. Я такая забавная у нас с вами говорить. Ху-ху-ху. Ну, что, ну, ладно, хорошо. Юрий Михайлович, давайте с вами вернемся к разговору о сумме. А мы на шаг не отклоняемся, меня просто вот забавляют эти за ваши вот обороты речи у нас с вами. Сумма долга. В октябре месяце вы сможете погасить эту задолженность и вернуться в график? Нет. Ежемесячный платеж у вас с 10 октября. Нет, 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 нет. Не получится. С 10 октября сумма увеличится на ежемесячный платеж 18 300... Да лешай с ней с этой суммой. Я точно с вами общаться меня забавлю. Ой, я вообще, вы меня на шаг не подняли. В октябре месяце какую сумму сможете внести? В октябре месяце. Сейчас я посмотрю, какие у меня планы. Подождите, мне тут записная книжка. Да, хорошо. Да, 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 сейчас я полистаю. Октябрь, октябрь, так, да. Так. Нет, вот тебе и не получается у меня тут планы, мы собираемся. Дело в том, что на ноябре у меня запланирована поездка с семьей за границу, ну и вот, поэтому навряд ли получится. Юрий Михайлович, ну это не серьезный подход. Почему? Ну потому что у вас есть долг перед банком, это будет 24, и необходимо погашать задолженность. Да, ну и ладно, да, и, господи, Юля, 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 ну и что, что есть, ну, человеческие-то эмоции, они важнее, хорошее настроение, как вы понимаете, вы человек с хорошим настроением. Это очень важно, на мой взгляд. Важнее амбиции вот этой коммерческой структуры. ВТБ, вот это 24, вы же знаете, что это все банковская система рассчитана. Я не лично к вам претензии, ни в коем случае. Да, это все вот так, грабить население. У них-то денег-то своих нет, ВТБ 24, ха-ха-ха, веселуха. Это Почтобанк, Банк Москвы, они же вот понабрали, понабрали, попоглощали, вот сейчас вот сидят и поглощают еще нас с вами. Вас в виде, собственно говоря, работника, говоря вам такие красивые слова, что вы в банке работаете, карьерный рост, там, ох-вах. А нам говорят, что вы все вокруг всем должны. Даже вас, Юлечка, такая хорошая девушка, они до такой степени зомбировали, что вы даже не понимаете, что говорите, что мы с вами должны. То есть у вас уже термин «должны», он как бы автоматически выскакивает. Это беда, беда. Я вот так не считаю. Юрий Михайлович, давайте с вами эту беду начнем решать, потому что... Ну, это ваша беда, я же не сказал, что это моя беда. Вот извините, я на свои плечи чужие проблемы перекладывать не намерен. Вот. Замечательно. Я вам и не предлагаю никаких проблем, я вам предлагаю погасить задолженность по вашему кредиту. Погащайте, погащайте, душа моя, раз у вас есть такое предложение, погащайте. А вот лично вам, если вы, смотрите, вот вы как человек, достанете со своего кармана денежку, я буду об этом знать, и одолжите ее вот таким вот способом мне, как вы решаете. Ну, вы решили, что это проблема, но для меня это не проблема. Тогда я в кровь разобьюсь, но вам обязательно, лично вам отдам. Дело в том, что я такой, я поядочный, если мне кто-то что-то дает, я всегда... Я вижу, ваша порядочность уже больше 150 дней. А я не считаю, что механизм, вот банк, это механизм на больших стеренах, что-то взять, вернее, они же сами... В 2 месяца я вас прошу произвести оплату, банк будет вынужден обратиться в суд, потому что это несерьезный разговор. Обращение в суд это несерьезный разговор, я считаю, что это очень серьезно, это очень серьезно. А зачем тогда банк будет обращаться в суд, если это несерьезный разговор? А для чего вы говорите о том, что вы собираетесь в поездку, и вам нужны сейчас деньги на поездку, на хорошие эмоции? Конечно, нужны. Я нормальный человек, самодостаточный. Вы готовы рассмотреть отмену штрафных санкций. Ну, осматривайте. Если вы готовы общаться и погашать задолженность... А что мы с вами делаем, извините, мы как раз-таки общаемся, совершенно объективно. Вы сейчас рассказываете о том, что вы планируете в ноябре месяце поехать... А, я понял, в чем секрет. То есть вас это, конечно, озадачивает. Если у человека все хорошо, для вас это не есть хорошо, потому что вы сотрудник банка, вы часть механизма. Если человек скажет, что у него все плохо, он займет, перезаймет где-нибудь, вот это для вас будет хорошо. Душа моя, я на вас не злюсь ни в коем случае, но я вам ставлю на вид, что вы работаете на механизм, на бездушную машину. Каково вам быть чистеренкой в этой машине? Юрий Михайлович, я не понимаю, с чем мы с вами разговариваем. Сложно, сложно. Вот если бы вы абстрагировались от своей работы, вы бы поняли. Вот если бы за столом, в кафе сидели с вами, вы бы наверняка поняли. Но сейчас вы на работе, мне жаль вас. Вас искренне жаль вас. Я понимаю вас. А вы сказали только что, вы не понимаете меня. Вот вы только что, меньше минуты назад сказали, я не понимаю вас. Потому что мы с вами разговариваем не о том, а о чем нужно. Так вы определитесь. Юля, а понимаете вы меня или не понимаете? Я хочу от вас услышать, когда вы погасите задолженность. Для меня это в первую очередь важно. Я не готов ответить. Я без вами честно говорю. У меня мои интересы, мои эмоциональные вот эти составляющие, это гораздо выше амбиции коммерческого учреждения. Просто несказанно выше. Просто, как, знаете, самая дальняя звезда. Но вы получали кредит, если вы не хотите погасить. Да, 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 да. Для своих эмоций, для увеличения, для нароста вот этих вот эмоций, порядочности моей по отношению к себе. Потому что я четко знаю, откуда эти деньги берутся. Вы не знаете, откуда деньги у банка берутся? Нет. А я знаю. Не знаете? Хотите, я вам расскажу. Они в центробанке берут свой кредитный портфель, формируют. Вы об этом не задумывались, Навинка. Вы же думаете, что председатель правления говорит утречкам в своей семье, так, возьму-ка я вот из нашего кошелька деньги и пойду раздам людям в кредит. А они должны мне будут. Нет. Там кредитный портфель формируется с резервов центробанка. А центробанк, душа моя, вот резервы центробанка пополняются по артериям так называемого казначейства. А казначейство вот эти вот артерии свои насыщает за счет налогов наших с вами, которые мы платим. Нам банки дают наши же с вами деньги, а потом требуют их обратно еще и с процентами. Вы об этом не задумывались? Нет. Потому что вы в этой структуре работаете. Но вы хорошая девушка. Я взял кредит. Я так хочу. Это называется, это термин. Это термин. Да у меня график, понимаете. График, который создает банк, это его график. А у меня есть свой жизненный график. Вот этого графика я придерживаюсь. Почему вы берете кредит, если вы не согласны с графиком банка? А я кто сказал, что я не согласен? Пускай они сидят себе с этим графиком. Я что, что-то имею против? Нет. Если бы я был, как говорится, чем-то не согласен, то я бы, наверное, по-другому себе его. Как вы говорите, в суд бы пошел. А я совсем согласен. Я взял свои деньги. Еще не все, ко всему прочему. Не все. И сейчас думаю, если у банка есть претензии, пускай банк идет в суд, и у меня эти деньги попытаются получить в судебном формате. Юрий Михайлович, то есть вы не хотите, вы отказываетесь платить, правильно я понимаю? Конечно, Юля. Нет, с тобой общаться не хотите. Нет, нет, я огромное удовольствие. Я телефон записал, я еще с вами буду общаться. Вот так я звоню. Юрий Михайлович, вас приветствует, Юлечка. Я готов даже не то, что с вами общаться, еще и встречаться, если вы хотите. Да я с вами готова встретиться, если вы готовы начать платить. Если вы хотите просто так... Нет, вы себя сейчас позиционируете, как женщина легкого поведения, с вами встречаться готова, если вы вдруг мне за это заплатите. Я не такой. Я готов косвенно, я готов вам кофе купить. Да, откоряйте, я с вами как разговариваю, а не как девушка. Вы оскорбились, Господи, Боже мой, простите, пожалуйста. Оскорбились, извините меня, пожалуйста, Юля, извините. Извинили, простите меня, пожалуйста. Вы просто так сказали, вы фразы роняете. У нас с вами есть определенные обязательства. У нас с вами? Вы имеете кредит, который не производит. А у вас какие обязательства? Который не производит оплату. Соответственно, если вы не будете производить оплату, то я не буду с вами работать. Я передам документы в суд, и мне зачем заемщик, который не производит оплату? Как вы можете объяснить? Я работаю. Во-первых, вы сказали, у нас с вами. Вы опять на себя бьете какие-то обязательства. Я не буду с вами общаться. Мы не будем с вами решать этот вопрос по судебным. Смысл мне держать. А вы еще сказали, что вы передадите документы в суд. Вы хоть понимаете, как это должно на самом деле происходить? Да, я передам юридические отделы, и они сами будут подготавливать документы в суд. А, ну так и говорите, а то я передам ваше дело в суд. Да что ж за... Нет, я этого заниматься не буду. Просто я работаю с заемщиками, которые производят оплату. Если вы отказываете... А, вы с овечками работаете. С послушными овечками, да, работаете. Ну, видите, я не такой. А, вы не послушны, да? Не, я еще даже не овечка. Я нормальный, самодостаточный человек, способный делать выводы. Я, кстати, вам накинул, а вы даже не послушали меня, когда я сказал, откуда берутся деньги в банке. А вы это даже мимо ушей пропустили. Пожалуйста, пожалуйста, что будем делать с задолженностью? Вы что хотите, то и делаете. С чьей задолженностью? С чьей задолженностью? Я же вам четко объяснил, что я никому ничего не должен. Если банк считает по-другому, пускай законными методами пытается доказать мне обратную сторону моего утверждения. А почему вы считаете, что вы не должны? Я же вам объяснил, Юля, вы не слышали? Банк мне дал мои же деньги. Еще и требует их обратно с процентами. Я вам объяснять могу сколько угодно, если это вы действительно начнете слушать. Центробанк... Да, я пропущу. Да, смотрите, еще раз, если вы пропустили. Не перебивайте. Вы же поймете наверняка. Вот человек хороший, я слышу по голосу. Любой банк, не только ВТБ, формирует свой кредитный портфель за счет резервов Центробанка. Центробанке скапливаются деньги со всего нашего государства. Это такой некий аккумулятор всех финансовых средств нашего государства. Стекаются они ему по артериям, так называемое казначейство. А в казначействе деньги появляются за счет, в большинстве своем, налогов. Мы с вами платим налоги. У вас зарплаты забирают. Я за дороги плачу. Я тоже еще что-то плачу. Я официально не устроен, поэтому я с другого налоги плачу. Государство везде за каждый вздох берет налоги. Слышите, да? Да. Так вот, вы не грустите. Все на самом деле намного проще, чем вам может показаться. И вот оттуда в Центробанке формируется, я еще раз говорю, аккумулируются все эти денежки. А потом это опять выклескивается в народ и требует обратно с народа уже с процентами. Тем самым держат весь народ в некой кабале в состоянии должников. Легче всего управлять испуганным стадом. А как русского человека напугать? Внушить ему, что он должен. Юрий Михайлович, подскажите, пожалуйста, а как вы планируете через суд доказать, что это ваши дни? А я ничего не планирую. Если банк... На суде народа за счет налоги. Я не буду... Не, у нас суды лоббированы. Вы что, дыша моя? Вы думаете, что суд станет на сторону, на мою? Суд это промежуточный вариант. Кто простит ваш долг? Кто простит? Да пускай не прощают, пускай меня попробуют взыскать. Да. Ну как меня взыщешь, если у меня нет имущества, если у меня нет официального источника дохода, а даже если бы и был, я бы сделал так, что с него невозможно. И причем, понимаете, мои ежемесячные платежи в банк гораздо больше, даже если бы у меня был там ежемесячный источник дохода, да, там какой-то официальный. И даже бы максимум судебный пристав половину бы забирал, если бы я ничего не делал. Ну я знаю, что делать, вы поймите, знаю. Дело так, понимаете, если так задумываться, то дело на стороне любого гражданина. Просто люди не умеют, не знают, боятся, самое главное, вообще шаг какой-то делать. Вот, Юлечка, в чем дело. Поэтому я совершенно спокойно еду в путешествия со всей своей семьей, посмотрю изя, съезжу на мертвое море, заряжусь здоровьем. Вот. Я поняла вас, Юрий Михайлович, вы отказываетесь платить по своему правильному? Ага, конечно. Хорошо, Юрий Михайлович, я пометила, всего доброго. Вы добрый, хороший человек, обдумайте то, что я вам сказал, ладно? Хорошо, спасибо большое, до свидания. До свидания вам, Юлечка. Звоните, если вы решите оплачивать. За чего я, бешеный, что ли?